Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Итак, к нам присоединяется директор по стратегическому партнерству Рижской международной пиеннале современного искусства Инесса Дабула. Здравствуйте, добрый день. Доброе утро. Доброе утро. Ну и, наверное, несколько слов. Начнем с проекта, действительно, который масштабный образовательный проект, который должен дополнить школьную программу и обогатить ее новыми творческими учебными материалами. В чем смысл, почему школа не может самостоятельно заинтересовать учащихся какими-то такими проблемами искусства, и почему нужно именно на это делать акцент и обратить внимание? Да, собственно, в чем будет заключаться этот новый образовательный проект, который, как сообщается, направлен на поощрение сотрудничества и творческого мышления? Да, школы, безусловно, могут сами. Наша задача была им предложить дополнительные материалы, которые мы разработали в периоде последних... На самом деле, мы начали в ковидном периоде работать над этой платформой, и наш замысел был привлечь художников и создать более чем 20 разных папок, назовем их так, полных материалов, где преподаватели, неважно, это преподаватели искусства, физики, истории, любого предмета, если ему интересно, может воспользоваться этим материалом во время своего учебного процесса. Все материалы бесплатные, и любой может с ними ознакомиться на нашей домашней странице, там есть и рассказ про художников, и также план уроков, предложения разные. Также есть необходимые материалы, что надо. И помимо того, чтобы учитель может сам этим пользоваться, то дополнительно мы на данный момент еще обучаем людей, которые, если будет интерес, могут прийти в класс отдельно и провести урок в этом контексте уже с преподавателем отдельно. То есть мы правильно понимаем, что ваш проект – это какое-то дополнение, причем не только к смежным предметам, скажем, музыка или изобразительное искусство, но и физика, география и другое, потому что на этой платформе, среди прочего, там выложены работы, с помощью которых можно узнать, как и почему объекты движутся, ну то есть, соответственно, физика движения или что-то о природе, а не только об искусстве. Совершенно верно, так как современное искусство – это же мир вокруг нас, неважно, это политика, математика, физика или действительно более такие визуальные предметы. И, соответственно, и художники современные, они работают на совершенно разные темы. Мы видели это все, что на каждой биеннале мы делаем довольно обширный образовательный проект, предлагая разные программы для разных аудиторий, школьников, студентов, также людей подростнее. И здесь, разрабатывая вот этот вот проект, мы также им и предложили, что рассказывая про свою практику, предлагая свои проекты, мы можем также посмотреть и на учебный протест. Допустим, даже, действительно, Валдис Таумс, который говорит о кинетику в своей работе, его проект «Кто за тронтили церей» и «Досредний» можно использовать также в физике, в математике и также как в предметах, связанных больше с искусством. И, запустив эту библиотеку, платформу со всеми материалами, наша мечта, что постепенно мы будем дополнять платформу разными материалами в будущем. Это будут не только художники, которые участвовали в Рижской биеннале или будут участвовать, или отдельно нами приглашенные для проекта, но также и, возможно, художники и других биенналей и больших проектов не только в Латвии, а по всему миру. Потому что я смотрю и действительно вижу, что учебные материалы предлагаются не только на латышском языке, а также на английском языке, есть и на русском, и также, насколько я знаю, еще украинский, литовский, это в разработке находится, и еще финский. Совершенно верно. Большинство художников у нас, конечно, латышские художники, затем материалы были разработаны на английском, но также мы переводим все материалы. На данный момент на нашей странице есть уже латышские, английские и русские переводы. Уже первая часть фолдеров переведена также на украинский язык и финский, литовский, так как у нас программа разработана с партнерами ХИА, Хельсовский художественный центр, и НИДА от резиденции в Вильнисе, в Литве, для поддержки в Вильнисе, в отделении искусства. Что подсказывает, что эта платформа, она рассчитана не только на латвийских школьников, но, в принципе, выходит далеко и широко за пределы Латвии. Да, мы всегда стараемся говорить сразу с разными аудиториями и быть как можно более открытыми к семье. И если мы изначально эту платформу начали, когда был ковид, как мы все помним, мы все сидели в зумах, и, к сожалению, школьники тоже, и от этого у нас и появилась эта идея, что мы захотели им предложить материалы, которые, возможно, просто могут как-то раскрасить, сделать более интересный учебный процесс. И также помочь, в первую очередь, преподавателям уже готовые материалы, которые они могут использовать, если им это интересно. А если кому-то из школьников как раз-таки будет интересно поучаствовать и создать работы свои, либо для биеннале, для экспозиции, либо для этой платформы, что-то предусмотрено, какие-то такие программы, мастер-классы или просто возможность поучаствовать в качестве автора? Да, и с этими материалами можно работать по-разному. То есть, как я уже говорила, преподаватель может использовать во время общения в школьном классе, или любой человек может использовать те наводки и сделать свою работу сам индивидуально. И также мы будем делать отдельные дарные мастерки, наверное, где будем приглашать всех желающих участвовать в ближайшее уже время и долго. Так что возможности будут у всех поучаствовать. Информацию будем обязательно распространять и через вас, и, конечно, в наших специальных сетях очень удобно. Через нас договорились. Напоминаю, мы беседуем с Инна Седабула, директором по стратегическому партнерству Рижской международной биеннале современного искусства Рибока. И я смотрю, здесь, ну просто я открыл как раз-таки платформу, гуляю, путешествую по ней, вот пока мы, слушаю вас параллельно. Я вижу, что здесь практически всё подготовлено для проведения урока, то есть есть даже не просто учебные материалы, но и абсолютно вот разработанный по минутам план урока. И вот это всё богатство, можно сказать. Каким образом донести до учителей, до школ, каким образом они могут узнать о том, что они могут воспользоваться этим, и как добиться, чтобы это было поставлено в учебный план? То есть как это должно происходить в взаимодействии? Добиваться мы будем, на самом деле, это по желанию. Мы хотели разработать действительно качественные материалы, потому как мы сейчас очень много говорим про образование, и учителя, и программы, это очень актуально. И мы просто хотели тоже так же поддержать со своей стороны, чтобы учителя узнали про то, что действительно есть такая возможность с очень детально разрабатанными предложениями. Там также есть, да, действительно, план уроков, есть видео, где всё расписано, какие материалы, что нужно. Потому что есть предложения тем для обсуждения. И, во-первых, у нас будут дни для учителей. Мы организовываем мероприятия, активно обмен на обыдневной перегляции, где там любой учитель сможет с нами обсудить, узнать побольше. И также, конечно, я думаю, как только мы запустим уже, у нас есть уже сотрудничество с первыми школами, где мы индивидуально с ними прорабатывали, чтобы понять, как это работает, насколько это удачный у нас проект. Например, если вы зайдёте там, то внизу есть уже саборка работ детей, которые сами уже создали эти скульптуры. И я очень надеюсь, что вот так, с шагом, кто узнает, поймёт, насколько просто пользоваться материалами, насколько это интересно, будут и пользоваться. А мы, в свою очередь, будем стараться пополнять в эту библиотеку всё больше и больше разными проектами для обсуждения и пользования. — Что касается самой биеннале городской среды, в ближайшее время на что можно рассчитывать, на что интересны выставки, перформансы? Что-то запланировано же наверняка? — У нас должна была состояться биеннале в этом году, которую из-за войны в Украине мы перенесли в следующий год. И сейчас активно к этому готовимся. Очень надеемся, что у нас всё получится и в следующем году биеннале состоится. Тем временем, у нас есть образовательный проект, и также мы запустим в следующем году обширную публичную программу с разными мероприятиями. А так, самое главное, готовимся к выставке с нашим куратором Рене Блок, и надеемся, сможем предложить работы всех наших художников. — Тем более, что до Нового года осталось всего три месяца. — Не за горами. — А скажите, вот современное искусство и новое поколение молодой школьников, насколько важно заинтересовать их этими проблемами? Потому что кто-то скажет, что ну что там, это просто абстрактные какие-то темы, интересны они или нет. Есть ли какая-то актуальная связь между образованием и вызовами современного общества? — Я считаю, что главное, неважно, это школьник или более взрослый человек, заинтересовать в принципе, научить интересоваться и задавать вопросы, и понимать, насколько жизнь разная, и насколько интересно не переставать беспрерывно всем интересоваться. То есть современное искусство — это действительно про жизнь, и заинтересовать школьника, это просто научить ему действительно вот задавать эти вопросы, и быть более информированным, и понимать происходящее в обществе. — Ну и в принципе, таким образом вы готовите будущих, во-первых, любителей, почитателей, понимающих людей и участников бенали подобных вашим, ну не обязательно бенали вообще, а в принципе всего, что касается культуры и искусства? — Возможно, да, это, конечно, мы надеемся. И так как у нас пока еще нет и музея современного искусства, который, наверное, бы ежедневно занимался, где была бы предложена образовательная программа, связанная с современным искусством. То есть таким образом мы, разрабатывая свой проект и предлагая сейчас для всех, делаем вот свое, как сказать, свое предложение этому решению. И да, надеюсь, что люди найдут это интересным, будут пользоваться, и мы, в свою очередь, можем предложить более и более другие интересные проекты. — На какой возраст рассчитаны вот эти ваши учебные материалы, на каких школьников, младших классов, старших? — Там есть по-разному. И также можно выбрать и фолдеры, связанные по возрасту и по темам. И есть разные также материалы, которые можно и более использовать. Одни и те же материалы, которые можно использовать и для более младших детей, и для более старших, просто она различает сложность разработки, скажем, или сложность предложения, или дискуссии. — Проблема авторских прав. То есть здесь абсолютно все можно использовать, то, что предлагается, и учителя могут быть полностью уверены в том, что они действуют в рамках закона, да? — Да, безусловно. Это специально разработанные материалы с художниками, и также и преподаватели, которые делали свои предложения о том, как это сделать более подходящим для учебного процесса. И, то есть это мы не просто так взяли работу художников и на них посмотрели через образовательный процесс, а конкретно разработали, непосредственно с участием художников, эти вот все материалы. Они специально, индивидуально разработаны именно для учебных процессов. И ими, да, можно пользоваться как кто захочет. — И абсолютно бесплатно. — Да. — Это очень важно просто. — Безусловно. Да, да, да. Материальный вопрос, не будем о нем забывать. Инна Сада была директор по стратегическому партнерству Рижской международной беналии современного искусства с нами. Пара минут еще остается, Инна Сада. А возвращаясь к искусству в принципе, ну так, больше в теории, место Латвии, место Риги на карте международного современного искусства, какое оно? Ну, потому что там раньше, скажем, в начале 20 века были известны и пурвиты с ирозентали, и какие-то мастера соцарта. У них были всемирно известные имена. Что касается современных мастеров искусства, художников, что можно сказать о них? — Это сложный вопрос. И, безусловно, даже Рижской геннале мы изначально создали для того, чтобы создать как можно больше обширную платформу для художников Латвии и Литвии, и обратить на них мировое внимание. У нас есть очень много талантливых, прекрасных художников, возможно, у нас не много-то есть лекционеров, не много-то лилей. Мы не настолько активны в современном искусстве, как в других сценах. Но то, что в Латвии есть очень много прекрасных художников, которым есть что предложить, и они очень интересны, это правда. Каждый раз, когда у нас состоялась выставка, нам удавалось привозить десятки тысяч международных любителей искусства, кураторов, журналистов искусства, коллекционеров и прочих людей, они все очень ценили и то, что у них есть возможность приехать и посмотреть, и познакомиться, и насколько интересны у нас художники. То есть с художниками у нас все хорошо. То, что я хочу сказать, самое главное, чтобы мы не забывали поддерживать, и поддерживать, конечно, через разные проекты, и давать им возможность работать и творить, и поддерживать их также и в обществе, как или покупкой их работы, или другим образом. То есть очень важно, конечно, чтобы мы ценили наших художников, которые очень часто более тонко могут выразить и обратить на что-то внимание через свои работы. А мир уже, да, мир, безусловно, заинтересован в художественном предложении нашего региона. Так что главное, чтобы была возможность этого диалога. А как вот, скажите, пожалуйста, говоря про то, купить работы, часто ли продаются вот латвийские художники, то есть насколько здесь частные коллекционеры или музеи чаще всего приобретают работы, потому что сложно представить себе, что в обычной, не знаю, двухкомнатной квартире, где-нибудь в Пурсиемсе будут выставлены какие-то современные, ну, я не знаю, там, инсталляции из окурков, или там какие-нибудь бревна, эффектно разбросанные там на большом пространстве. То есть часто современное искусство, оно как бы предполагает все-таки не камерное хранение, а в каких-то больших музейных пространствах. Тут, да, и у вас получилось задать и стереотипный вопрос, и вложить в него разные смыслы. То есть если мы говорим, например, про инсталляцию бревна, которая была выставлена у Андрея Салли, это специальная инсталляция для биеннале, то есть биеннале дает возможность художникам выставиться, совершенно не думая, будет ли возможность продать эту работу или нет, потому что в биеннале нет в основе коммерческого интереса. Тем временем, как, безусловно, в том числе могут быть и коллекционеры или музеи, которые также могут приобрести и такого рода инсталляцию, как важное высказывание, и они видят важность оставить эту работу у себя в проекте. Но также и в небольшой квартире, например, в любом микрорайоне Григи, я не только поставляю, но и знаю, что есть работы современных художников, и обычно эти работы, которые более подходящие для составления дома, хранить или это фотографии, или это картина, или это небольшая скульптура, это совершенно разные. И да, конечно, если, например, мы говорим про планирование, например, перформансов, это сложно, если ты только не сфотографировал происходящее, и таким образом. Но есть совершенно другие формы. И приобретение искусства, это да, или, прежде всего, когда галереи выставляют, и это самая обычная форма через посещение галереи, если заинтересовала работа, ее можно тебе приобрести. И также работы уже бывают очень разные. Есть художники, которые визуально очень впечатляющие, или эмоционально кому-то более интересные. И это все можно коллекционировать, как кто больше этого хочет, или видит необходимость в этом. — Благодарим NSW, директора по стратегическому партнерству Рижской международной бенали современного искусства за беседу. Да, действительно, художникам важно иметь возможность высказаться, зрителям важно знать, что есть какой-то другой взгляд, а если можно использовать их в творчестве для обучения, для обучающего процесса, это еще... — Да, и стало отправной точкой, потому что бенали запустила новый образовательный проект, с которым можно ознакомиться на сайте бенали. И NSW, спасибо за разговор и за работу. Это очень важно, что Рижская бенали не стала таким одноразовым проектом, а развивается и привлекает новую аудиторию, новую, причем не только количественно, но и по возрасту. Спасибо еще раз, и хорошего дня, и удачи в развитии этого нового проекта. Всего доброго. — Спасибо вам большое. Хорошего дня. — Спасибо.